Всем привет! В прошлом видео я показывал вам, как можно из простых подручных средств сделать маску для защиты. Сегодня я вам продемонстрирую, каким образом нужно правильно снимать перчатки. То есть вы пошли в магазин, там сплошной зомби-апокалипсис, везде губонная чума, везде грипп, вирус. Вы всего нахватались, у вас вирус остался на перчатках. Вот, сейчас я покажу, каким образом нужно так снять перчатки, чтобы не оставить зараженные частицы вируса у себя на руках. Смотрите. Как же все-таки нужно правильно снимать перчатки? Ну, во-первых, перчатками ни в коем случае нельзя лезть вот сюда, трогать кожу. Никакие участки кожи мы не трогаем. Что мы делаем? В зависимости от того, правша вы или левша, вы работаете той или иной рукой. Ну, я правша. Значит, смотрите, я беру за внешнюю сторону перчатки, за ту, которая контактировала со всеми предметами. Оттягиваю ее. Вот, видите, не лезу ни в коем случае вовнутрь. И снимаю. Снимаю я ее таким образом, чтобы она была вывернута наизнанку и залезла в кулачок вот этой вот перчатки. Теперь мы не трогаем руку, зараженную часть перчатки, то есть ту часть, которая контактировала со всем. А мы лезем под перчатку пальчиком, вот сюда. Мы не трогаем внешнюю часть. И аккуратненько снимаем перчатку таким образом, чтобы она оказалась в руке. И таким образом вы держите рукой абсолютно чистую перчатку. Вот. Соответственно, ее берете и утилизируете. Вот. И никакие ваши поверхности не соприкасались с уже зараженной частью перчатки. Все. Так что, ребята, будьте здоровы. Снимайте правильно перчатки. Снимайте их так, чтобы все контактируемые поверхности были внутри, а не снаружи. И, соответственно, не соприкасайтесь руками с контактируемыми поверхностями. Ну, а перчатки вы просто спокойно выбрасываете в мусорное ведро. Можете, если у вас есть дети, запаковать эти перчатки в отдельный пакетик и выплесить в мусорное ведро. Так что, всем здоровья и успешного выхода из этого уже надоевшего карантина. Продолжение следует...